Сегодня ночью в Подмосковье была проведена совместная спецоперация Следственного комитета России, ФСБ и МВД, в ходе которой задержаны находившиеся в розыске пятеро членов особо опасного преступного сообщества, состоящего из пяти банд и специализировавшихся в том числе на заказных убийствах. Организатором, руководителем этого сообщества и фактически заказчиком многих убийств, по версии следствия, является уроженец Грузии Аслан Гагиев. С 2007 года на счету этого преступного сообщества убийство мэра Владикавказа Виталия Караева, вице-премьера Республики Северной Осетии Алания Казбека Пагиева, а также ряда других сотрудников правоохранительных органов и представителей власти. При этом нужно сказать, что большая часть этого преступного сообщества уже нейтрализована еще несколько лет назад. Пять его членов уже понесли заслуженное наказание, причем лидер одной из банд Олег Гагиев осужден по жизненному лишению свободы. Ну а уголовное дело в отношении еще двух членов сообщества в настоящий момент слушается в суде. Вот на данный момент расследуется уголовное дело в отношении еще 13 человек, которые находятся под стражей. Ну а что касается задержанных сегодня ночью фигурантов этого уголовного дела, то по месту их жительства в одном из домовладений был проведен обыск, в ходе которого следователи изъяли несколько десятков единиц огнестрельного оружия, также гранаты, боеприпасы, самодельные взрывные устройства и более 50 комплектов форменной одежды сотрудников ГАИ и других оперативных служб. Изъятое оружие уже направлено на экспертизу, но не вызывает никакого сомнения, что это оружие ждало своего часа и своих новых жертв. И таким образом задержание очередных членов этого сообщества помогло предотвратить новые преступления. Кстати, следствие проверяет задержанных на причастность к совершению особо тяжких преступлений и на территории Москвы и Московской области, в их числе и громкое убийство руководителя одной из крупных финансово-лизинговых компаний. Что касается оставшихся членов этого сообщества, которые пока еще находятся на свободе, и объявлены международные и федеральные розыски, в том числе и главарь Аслан Гагиев, то у правоохранительных органов нет никаких сомнений, что рано или поздно все они предстанут перед правосудием. Это только дело времени.